Всем большой привет из Турции! Сегодня приготовим два легких и вкусных салатов из огородного портулака. В Турции называется семизоту. Многие думают, что это обычный сорняк и всеми способами пытаются избавиться. Даже не подозревают, какой он вкусный и полезный. На днях я уже делилась одним из вкусных рецептов из портулака. Кто не успел посмотреть, я оставлю ссылку в конце этого видео. Все. Портулак замачиваем в воде несколько раз и хорошо промываем. Затем нужно высушить. Я это делаю с помощью ручной сушилки. Для первого рецепта нам понадобятся только свежие листья портулака. Стебли портулака не выбрасываем, нам понадобится для второго рецепта. Знаю, что в других сранах портулак еще маринуют на зиму. Я лично не пробовала, так как портулак мне приходится покупать на базар. Здесь продают пучками. Этот раз мне повезло. Соседка принесла пол пакета портулака из своего огорода. Итак, нам понадобится несладкий йогурт, примерно 150 мл. Черный перец, соль по вкусу. Чеснок 1-2 зубчика. Оливковое масло. Одно-две столовые ложки. И все это хорошо перемешиваем. У меня йогурт домашний. Если вы будете покупать, то желательно брать густой йогурт. В Турции называется сюзмя йогурт. То есть без сыворотки. Далее отправляем к портулаку. И все это хорошо перемешиваем. Перед подачей можно посыпать хлопьями перца. У меня острый. И немного оливкового масла. Такой салатик очень вкусный, летний, освежающий и полезный. В Турции такая жарища, что даже на мясо смотреть не могу. Вот такие рецепты у нас уходят на ура. Обязательно попробуйте и напишите ваше мнение в комментариях. Для второго рецепта буду использовать стебли и листья портулака. Это рецепт, скорее всего, китайский или корейский. Рецепт брала когда-то из интернета и нам очень понравилось. Те, кто любит китайскую кухню, будут без ума от этого рецепта. То же самое проделываем, моем, сушим. Далее удаляем жесткие части стебля. Далее отправляем в кипящую воду. И после закипания варим приблизительно пару минут. Время варки зависит, насколько молодые стебли. По цвету можно определить, что готово. И если стебли легко ломаются, то можно выключить плиту. Затем перекладываем дуршлаг и даем полностью остыть. Остывший портулак я режу на небольшие куски произвольно. Или можно оставить так и есть, как спагетти. Или с помощью китайских палочек. На вкус никак не повлияет. 1-2 зубчика чеснока. Соевый соус 2-3 столовые ложки. Все делаем по вкусу. Пробуем. При необходимости добавляем соевый соус. Все хорошо перемешиваем. И салат готов. Очень вкусный салат. Стебли портулака имеют приятный освежающий вкус с легкой кислинкой. Такой салат отлично подойдет к мясу, рыбе или с молодым картофелем. Всем желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Не прощаюсь с вами. Увидимся в комментариях. Увидимся в комментариях.